еще раз добро пожаловать нашу передачу и вы знаете вот я думал вашей песни это история свободной украины и вот наверно вот христианство которое пережито того момента когда рухнул советский союз и история это очень интересная вещь потому что это называется история часть чего-то прошлого когда говорил о старые песни главном у меня как бы такой созидается вопрос молодежь движется вперед мы тоже пытаемся идти в ногу с прогрессом потому что тогда когда созидались песни и покаялся когда ты делал песни даже под одну клавишу уже считалось круто как ты рассказывал да на стадионах это было вообще удивительно это было что-то особенное но вот вопрос еще а вы открыты что молодежь скажет вам что ваши песни актуальны не сильно актуальны и не не входят вот принять такое вот состояние что она не попал не попадает как цель но я подзываю вопрос что у меня есть следующий как бы такого подлог к этому ну я могу да я считаю что это неизбежно то есть дело не в том нравится ли мне ведь я человек разумный я понимаю на протяжении веков менялись стиле моды менялись да тем не менее существует некий такой стандарт скажем классика вот она же пережила уже многие стиле да о благодать например ты что так цепляет сильно поэтому скажем так сильно переживать не надо вот мое мнение все живое настоящее в любом стиле останется главное чтобы это было настоящее это как вот знаешь на настоящее какая-то вещь вот классно она старая на там где-то ее ремонтируют сохранит вот в это время это вот так было это круто это классно и даже ряд какие вещи раньше делали не очень хочется чтобы за мою песню сказали допустим хорошие вещи делали добротные вещи делали в 90-х понимаешь и это один момент второй момент как я сказал песня это состояние это вот духовный такой откровением поэтому ничего удивительного нет чем человек наполнен чем человек живет вот какое время сейчас тот человек и поет я могу просто разницу показать что 90 это год было действие мы лежали внизу на там в разрухе нам нужно было поднять нам нужна была вера нам нужно было двигаться на улице да и поэтому мои песни звучали так старый крест старый крест как будто бы звучит встанем и пойдем будем делать что-то понимаешь ну да а сейчас как дух этого времени очень многие заняты вот созерцанием бога тоже хорошо переживанием бога люди сейчас даже вот время такое что люди не очень спешат как вроде даже нехорошо сейчас кого-то куда-то вдохновлять постмодерное время каждый сам разберется уважай мне такого как я есть понимаешь вот где-то это отображается и поэтому мелодии более такие созерцательные неопределенные рваные вот такие по словам нету таких такой значит стройного шествия поэтому я их запоминать не могу эта проблема я списываю на старость скорее всего это не только это что ты скажешь я думаю что да действительно истинные вещи которые рожденные как бы из сердца вот и пережитые они могут переживать поколение их могут ну других стилях играть но альбионе не понимаешь не выбросит на свалку сказать ну это уже не актуально нет и баха не выбросит понимаешь и лунную сонату бутону не выбросит это просто нереально это как смотрите рок-музыканты сейчас то есть раньше они там гитарный саунд и все а когда они вырастают они раз там симфоническим оркестром сыграл как бы понимаешь да то есть вот я как чему возвращается есть много музыкантов которые создали песни они были популярны и потом на каком-то этапе они пытаются и продвинуть да а молодежь уже молодой не не воспринимает его так понимать о чем говорю я бы сказал и они они реально правильно им нужно дойти еще до нормальной момент но они эти эти кто творил эту музыку песни прославление они чувствуют что они уже никому не нужны а все равно не толкает эту музыку почему говорю об этом потому что сегодня популярны ремиксы я верю что ваши песни которые вы сделали в они вдохновить вдохновенные богом и возможно их ремиксировать вы готовы что молодежь я прям призываю ремиксируйте вот вот так чему что у нас мы будем часть возможность работы с молодежи которые сделают ремикс на современные под доступны для них мелодии том же бить или как бы таком дэнса не дэнса вы не понимаете о чем вы говорите знаете почему потому что вам будет это стоить я знаю почему почему объясню мне кажется все классно мне не не заново ребята классный старый крест вот реально но в таком неожиданном вот ключе ну вот я все что угодно мог предполагать но вот так нет и начале ты слушаешь как-то так а потом начинает нравится мне нет я не в том что это плохо я в том смысле что эту культуру нужно развивать и нужно приобрести таких людей надо научить их надо привлечь как бы этих людей которые имеют эти дары как бы и надо для них друг ну не серёга это надо в любом случае причем здесь даже ремиксы вот ты начал первую программу очень хорошо я думаю в эту сторону чуть пойдем мир меняет творческие люди вот понимаете время проходит все забывается что ели что производили что остается картины здания архитектурные соборы понимаешь остается изобретение вот то что это это даже и инженер это это творческое это из он увидел то что никто не видел кто-то когда-то увидел швабру до этого рачки лазили мыли а потом кто-то понял можно швабру и вот я как бы образно говорю все придумывается вот творческие люди сам бог наш творец он не забрел там розу ромашку и тюльпан он такого наизобретал я каждый раз удивляюсь думаю но как ты мог это вот это все и цвет и форма и когда цветет а всякие эти твари там есть и изучил этих товарищей которые 17 лет земле сидят и потом раз 17 лет вылазит наружу на на две недели на сколько-то какие-то вот эти сверчки там да это как надо было так вот ну сидел господь и думал а вот так еще я сделаю и вот творчество которое бог во всем он вложил нас и мы должны быть творцами и и и люди вот я считаю которые открыты к творчеству любом виде художники изобретатели музыканты дизайнеры вот они меняют этот мир и наполненный духом святым святым музыкам дизайнер художник он сотворит продукт который будет иметь себе вот эту светлую энергию жизнь понимаешь вот это медиа 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 люди которые пишут говорят ну я думаю что это очень важно для верующих человека расти и быть современным я вместе современной идти в ногу с тем поколением которое сегодня уже дзи какое-то уже поколение я не надеюсь на последнее но сама суть что надо уже работать не больше даже с мой внук да он там саба-саба там раз меня нажмет на кнопки я уже подожди секунду встречу я буду пять лет я вот благодарен антону что он у нас сегодня и в нашей студии но мы он работает нашим молодежью с других церквей общин уча и своих детей и других новым инновациям вкладая в них новые мы смыслов звуки что может привлечь молодежь даже просто услышать пару слов которые изменят мир мне буквально там вчера позвонил молодой человек с оккупированных территорий говорит рэбе я принял ешуа личным спасителем просто ходил синагогу читал талмуд и так далее я понимаю что там не все было сказано взял библию я понимаю что он спасите нашего нашего народа да наш народ отверг но я четко понимаю что ешуа есть спасите он говорит и он есть бог я вот вот человек просто вот где-то заинтересовался вот эти все вещи и бог ему открылся я был просто поражен и вот думаю что в таких моментах вот даже талмуд а вот старая книга да там и библия старая книга где-то в одной говорится слегка чеки-то вещи правила а в другой откровение и вот здесь вот как раз ваша работа как как творцов песен получающие от бога мы все творцы мы созидаем и творим как и наш отец и даем людям тот продукт который вдохновен богом для того чтобы люди пережили его и вот для молодежи наверное нужно их подталкивать берите творите переделать и не нравится такой мы первый раз познакомились с валентином несколько дней назад когда-то созванивались ты мне очень удивил машиной стоящей возле твоего двора думаю пастор который решился вот потратить кусок своей жизни на изобрести машину это многом говорит мне очень нравится вашей церкви кто не был в одессе это не церковь это община община ну нас крестов ты еще не видишь да мне очень нравится одесская мессианская община я думаю что вот этот креативный подход вот 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 в оформлении это все говорит от способности нестандартно мыслить не делать вот так вот все линейно а находить себя свою какую-то понимаешь вот почему орим откровение духовный мир как преломляется через нашу душу и поэтому мы не повторимы понимаешь мы именно не повторимы и вот вот это привилегия быть оригиналом а не копировать кого-то не просто повторять за кем-то это очень круто очень классно ты скажешь что ты вот готовишь новый альбом а что-нибудь из новенького сможешь нам не для рекламы а вот что-то новое творение то есть важное что-нибудь короче я называю антиковидная разгулялась смех по планете размахалась острой косой люди ищут где могут ответ мой ответ я в завете с тобой я в завете с тобой я в завете помню вечер над сельской рекой я сказал тебе да и вода и ветер там накрыли меня с головой завет с богом мы видимым образом делаем крещение принимаем вот когда я болел ковидом было страшновато особенно перед болезнью ожидания были больше чем сама болезнь потому что нагнал страх куда я видел что люди боятся и тут вот это мой в одном из переживаний бога бога я вот как бы всплеснулся вот этой песней я в завете с тобой до всем страшно и мне страшно но я помню тот день когда я в 15 лет зашел в реку и сказал я даю тебе я твой и вот это на самом деле успокаивает и понятно я прослеживаю этой песне что однажды часы на башне пробьют мой последний час по завету подобно света на земле вдруг не станет нас то есть где-то я сказал но даже если что-то со мной сейчас произойдет я не просто здесь живу на земле у меня есть вечность и я считаю что вот эта песня она будет помогать людям проходить трудное время возможно это и же и сейчас помогает вот как только ее начнут слышать то конечно она будет работать вы знаете вот когда я думаю о песне вот уже чаще всего вот хорошее время или не очень как бы мы всегда что-то вот внутри переживаем для меня каждое утро я просыпаюсь включаем прославление поклонение я словлю себя на мысли что я пою песни которые вот меня подталкивают какие-то личные отношения я думаю что для нас уже бы поколение которое будем говорить так уже старшего поколения не говорю что можно старики но старшего поколения хотелось бы передать что-то молодежи что вообще бы мы могли бы передать кроме вот это то что мы умеем петь или же делать песни что хотелось бы нам сегодня передать сегодня очень много проповедей о поклонении о сущности поклонения какие может быть какие слова употребляются еврейские французские китайские какие-нибудь главное чтобы все хотим чтобы народ ты так немножко изменился что как вы видите поклонение последнего вот следующего поколения прославление следующее поколение что мы можем им посоветовать либо вложить я не знаю что мы можем это Сережа как лидер прославления другому Сергею я я недавно я недавно собрал ну собирал ребят разговаривал с ними мы общались и я им сказал такую фразу ребята все хорошо что вы поете как бы но для поклонника для поклонника то есть он должен выдавать продукт обязательно то есть это ну можно быть хорошим специалистом и выдавать вот то что Сережа говорил творчество как бы это ну он выдает какое-то изобретение как бы художник выдает вот картину как бы тот кто вот по настояне ну посвятил их служит этим даром вот в теле Христа Мессии он вы должны говорю писать эти песни они должны рождаться я не понимаю как как можно и не рождать песни как бы потому что это на самом деле отклик души как бы ну и твоего всего внутреннего естества на на призыв бога как бы пускай она будет какая-то простая пускай ее даже никто не узнает но она должна быть у вас как бы и я уверен что потому что это как откровение это как хлеб который вы отпускаете по водам по прошествии времени опять принимаете и так это умножается как бы ну я я думаю так что последнего у тебя как говорится в кармане приготовлено ну вот последние это одна из песен которые вот я на последнем служении пел называется благодарю отец что жизнь мне дал благодарю господь что оправдал за благодать и так нуждался в ней за радость и любовь что живут во мне спасибо что сердце изменил жизнь вечную свой путь открыл спасибо огонь во мне горит мой дух с тобою в небесах парит за безусловную любовь тебя прославлю вновь твой дух господь живет во мне желание и мечты в тебе я каждый день в тебе я каждый день нуждаюсь в присутствии в твоем святом твой аромат отдыхаю всем сердцем, телом и душой с тобою быть желаю 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 у 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 можно подарок сделать зрителям ну те кто нас слушают конечно можно все мои песни они у меня на мобильном приложении моем которое так и называется демидович оно подходит смысле оно сделано для андроида и для ос то есть для айфона зайдите в свой магазин бесплатно скачайте все мои песни там клипы ролики все это там есть и мое пожелание ты его спрашивал чтобы вот как бы сказать да как серега пожелал что вот продукт чтобы производили да а я хочу сказать очень важно быть искренним один из перевода слова искренность честность и в творчестве не должно быть фальши если есть фальши то ты все испортишь потому что это это ну это духовная тонкая сфера здесь работает ну здесь нельзя никого надурить здесь оно или есть или его нет а если ты изображаешь что оно есть ты можешь людям как бы пустить пыль в глаза но ты не обманешь по-настоящему то есть создашь то только то что настоящее и искренность она как раз как будто бы ну знаешь как лицензия для этого искренность вот лицензия даже ты вот спрашивал за поклонником я считаю что для поклонника у него должна быть лицензия на это и лицензия это вот вот эта искренная любовь к Богу ты не можешь поклоняться Богу если нет этого не имеешь права потому что все это будет какой-то игрой которая которая ведь поклонение это же не просто то что ты производишь ты как бы как портал ты открываешь чтобы через тебя пришло понимаешь сережа было искушение гордостью конечно было конечно было и оно наверное остается когда тебя узнают в самолетах на Багамских островах пошел в туалет стою мужик говорит привет Демидович оказалось 17 человек собрались попросили петь собрали пожертвования и ты думаешь ну блин в туалете нет я стою перед туалетом просто жду ты же не ожидаешь что в этот момент здесь кто-то есть вот а потом когда ты уже привык и Демидович а никакой реакции Демидович не слышал не знаю и тебя как-то внутри опа да и поэтому здорово иметь в себе в самом такое четкое понимание и приговор что дело не в тебе мне это легче чем многим если вот тут сидит человек после консерватории ему сложнее он потратил годы чтобы стать таким а у меня два года музыкальной школы мне никакого там журналистского образования поэтому все что я делал это некое некое чудо некое не знаю какой-то не нечаянное нечаянный взрыв во вселенной мне легче как бы не ну не возгордится ну если я моя больше по части жизнь проходит как бы в служении но самое первое искушение это конечно заточить все под себя когда то есть и ты борешься с этим и ну потому что тебе ты как хочешь выдать то что как бы бог тебя влаживает но очень важно не впустить вот те а мне когда-то сон приснился ты тоже любишь ты мне когда-то сон сон приснился он был настолько яркий как бы и он был настолько яркий я я как будто убегаю от кого-то и вот под рубашкой я держу как бы алмазы то есть и у меня было 11 алмазов я точно помню и это были черные алмазы как бы и я бегу бегу и как бы пытаюсь их сохранить и вдруг один выпадает я возвращаюсь подбираю его опять туда и я потом проснулся и днем нашел как бы заглянул в википедию что такое черные алмазы оказывается есть только одно месторождение где-то в южной африке где их добывают и считается что они как бы неземного состава их как бы неземного происхождения как бы вот очень важно как для меня как бы как для служителя может быть сохранить вот вот эти дары которые бог дает для меня это как команда которую как бы вот знает ты и дать им высвободиться а не как бы сделать что-то свое как бы в этом наверное для меня больше искушения как бы молодцы сейчас искренне все искушение искушениями но есть же моменты славы когда ты видишь что тебя уважают тебя прислушиваются и советы принимают а вот как для нас главное как ахитофел потом не удавиться если вдруг перестали принимать это такой вот момент хорошо вот мы сейчас как бы приходим к концу нашего общения и как творческие личности да как бы прославители многие будут смотреть нашу передачу потому что и только лишь из-за твоего имени уже сразу больше много будет смотреть как нам вот как верующим людям из евреев и неевреев сделать вот это вот красивый перед богом жертвенник хвалы и поклонения в наших сердцах не только наших общинах что вот на твой взгляд необходимо я понимаю что у нас есть дух святой который мы крещены и имеем силу но все таки приходят разные как бы есть разные общины разные характери разные культуры что ценно вот с вашего вот понимания перед богом как община как вот Божье тело чтобы мы сделали последнее время Серега да с тебя начнем Тяжело да вот можно я тогда тогда попробуй я тогда скажу вот смотри семена в пачке будут лежать на полке годы и ничего не произойдет это это могло бы произойти при определенных условиях оно должно попасть в правильную среду должна быть земля должна быть вода вот вот служители там скажем руководители должны создать среду для таланта они должны его не запечатать ему должны создать условия вот не случайно допустим я вырос в христианской семье баптистской и нас очень четко понимали что детей надо учить музыке друг друга учили понимаешь поэтому были песни песни помогали выжить как мы уже в начале говорили создать среду и почему я допустим говорил сегодня что если у нас есть ментальность музыка в церкви это поклонение то это и произрастает и сложно ожидать здесь другого продукта но если мы оценим и скажем творчество вообще круто и классно и давайте вот мы а что вы хотели а как возможно нам надо не мешать молодежи целая мудрость тоже должна быть ну да ну понятно нам нужно их научить любить бога и позволить богу через то что они любят его выразиться и не ограничивать только вот понимаешь мы живем часто стереотипами вот церковь это так 25 минут поклонения сначала быстрее песни потом медленнее потом пожертвование вот такая это стереотипы а может быть это по-разному может происходить поэтому давайте учиться у бога быть разнообразными и создавать среду в которых семена начинают то что бог вложил семья это это не мы вложили человека поэтому все должно быть ну я также вижу что медийное служение или же медийный мир который у нас есть это фейсбук инстаграм и так далее он резко развивается и конечно мы как где-то тормозим как верующие люди именно как верующие я не говорю как личности потому что как личности многие из нас уже там и иногда выставляют все то что выставляют другие как будто идут на перегонки а вот не хватает вот того христоцентричности в наших нашим медийном расположенном нашей жизни да где мы можем рассказать людям историю в своих фотографиях с намеком о том что моя жизнь изменилась кардинально и этот путь един я понимаю что может вообще рассказать о своих отношениях с богом не надо их стесняться их надо подать как лучшее что произошло в жизни я пишу о своих чувствах открыто я пишу о своих переживаниях я пишу о каких-то своих тревогах вот и все это у меня практически всегда связано с богом с его то есть я ищу смысл от него то есть все понимают читая меня все понимают что это человек который постоянно ориентируется на бога у него с богом идут какие-то постоянные контакты взаимодействия и он ожидает что-то от бога но смотри так также еще мы понимаем что за картинкой стоит просто это картинка когда встречаешься с этими людьми а за душой ничего нет то есть он как бы медиа он двояко такой как бы двухлицей да такой это ну видел фильм когда парень изображал что он где-то там на лодках на доске плавает да а это с другом проектор включили и там вентилятор дует и он такой весь на волнах а на самом деле он в квартире вот желание выдать почему нет вот что я еще как бы говорю что действительно нам нужно предоставить реальный реальный контент того что мы переживаем а не то что мы хотим представить людям то есть понимаешь да быть а не казаться быть реальными и вот я молюсь за то чтобы люди даже если наша молодежь креативно выставляет какие-то вещи песни записи какие-то отрывки кусочки даже интерьер что-нибудь и чтобы когда с ними имеют контакт то они были этими людьми на самом простыми открытыми в боге людьми вот вот моя лично вот ценность такая именно в этом чтобы мы не были двуедушные двуязычные или это еще чтобы мы были реальны таким мы есть таким мы остаемся и люди могли бы сказать это вот это каким вот я тебе представлял такой ты и есть вот как бы вот для этого я думаю мне вот с вами интересно вот по этой теме говорить спасибо это реально спасибо вам да и такие друзья я очень благодарны что вы присоединились нам и то что оба Сергея у нас программа два Сергея и как и у Сергея Шаджинашвили есть свои песни которые он имеет и помогает мне нравится что Сергей работает в основном со всеми прославителями нашего города и у нас были освежающие потоки которые именно вот координировались работа с прославителями общее такое движение я благодарен тебе за то что ты дал возможность людям услышать что на подкасте можно скачать все твои песни и можно спокойно к этому идти дорогие друзья мы очень благодарны богу за то что присоединились и вы будьте активны в этом мире просто показывайте машех мессию вашей жизнью не только где вы кушаете где вы отдыхаете а вот то что вы делаете и кушаете и отдыхаете всегда приплюсовывайте того кто это сделал в вашей жизни и кто хочет чтобы вы благодетствовали чтобы душа ваша наполнялась его присутствием и мы могли людям сказать что жизнь это не просто прожить путь да вот пройти это насладиться божьим присутствием божьим переживанием его чудесами его милостью и вот быть счастливым в нем спасибо что вы присоединились в нашей программе два Сергея спасибо добро пожаловать до свидания и